приветствую меня зовут анастасия зден я преподаватель хатха йоги из украины город киев сегодня представляю лекцию на тему почему йоги не едят мясо в принципе тема мяса всегда вызывает много споров и в обществе в целом и также среди йогов есть явные фанаты того фанатично настроенные люди что жизнь без мяса прожить невозможно есть же также фанатики того что только без мяса мы сможем прожить эту жизнь качественно но на самом деле фанатизм сам по себе это не здорово и неправильно потому что когда мы фанатичны мы как бы закрываем от себя двери которые возможно если бы мы открыли то могли бы узнать что-то новое то есть мы замыкаемся сами в своих же концепциях и больше не реагируем на какие-то мнения со стороны поэтому даже если вы заядлый мясоед и все-таки занимаетесь йогой и считаете что можно и кушать мясо и заниматься йогой все равно послушайте эту лекцию постарайтесь расслабиться расслабить свой ум и просто услышать альтернативную точку зрения а после лекции вы уже сами можете решать как вам жить дальше вам продолжать есть мясо или не есть мясо возможно вы уже не едите мясо для вас тоже эта лекция будет полезна потому что как говорится не мясом единым для йога есть очень много других вещей от которых нужно отказываться на пути к самосовершенствованию поэтому слушаем лекцию благодарю вас еще раз за то что присоединились будем начинать и в самом начале хотелось бы рассказать о таких понятиях что же такое йога и кто такие йоги и как вообще йога у нас появилась почему она такая сейчас стала популярная изначально йога всегда была закрытым знанием она веками передавалась только в закрытых ашрамах закрытых школах от гуру к своему ученику это было знание которое просто так не каждый мог получить и что же такого случилось что со средины примерно прошлого века произошел такой бум йоги во всем мире что же стало причиной этого распространения йоги в мире индия была британской колонии больше века и из-за того что англия имела большое влияние на культуру индии потихонечку молодежь индийская переставала интересоваться своей культурой своими корнями им было больше интересно западное развитие западная культура и получилось так что не было уже своих учеников в ашрамах то есть индийцы не интересовались молодое поколение йогой и гуру которые передавали знания начали беспокоиться о том что йога вообще утратит свой посыл что не будет кому передавать эту йогу не будет кому давать знания и они решили дать йогу в мир принимать иностранных студентов открыли иностранные ашрамы и таким образом йога начала распространяться по всему миру также некоторые гуру индийские выучили английский язык и начали путешествовать со знаниями по йоге по миру и таким образом сейчас мы имеем такое распространенное по всему миру понятие как йога и что же такое йога в современном мире к сожалению она утратила свое изначальное значение и сейчас когда мы слышим слово йога мы это воспринимаем как некие физкультурные упражнения которые для спины или для растяжки для улучшения самочувствия то есть мы когда слышим слово йога мы не понимаем что это какая-то глубокая древняя философия мы просто думаем об асанах в первую очередь что мы думаем об асанах и возможно какая-то там медитация и дыхательные упражнения все остальное очень мало известно о йоге и давайте же узнаем что такое йога в самом начале в самом своем корне изначально и к этому мы обратимся к древнему писанию которое называется йога сутры патанджали был такой мудрец патанджали который он не придумал эти знания о йоге он просто их записал и сформировал такую книжечку и сейчас эта книжечка считается настольной книгой йогов как библия йогов то есть все ее читают кто на пути развития в йоге и какое дает патанджали понятие что такое йога звучит на санскрите йога читаврити ниродха переводится санскрита как йога это остановка колебаний ума то есть суть йоги не в том чтобы скрутиться в бублик а в том чтобы достичь освобождение от собственного ума и для того чтобы дойти до этого существует восемь ступеней йоги которым должен следовать йог и назову эти ступени яма не яма асана пранаяма пратьяхара дхарана дхьяна и самадхи то есть это такой восьмеричный путь йога и конечная цель самадхи то есть созерцание когда мы уже выходим за рамки восприятия себя как тело и мы понимаем что как бы йога не для асан йога это совершенно другие цели чем сесть например шпагат чем научиться стоять на голове и как мы видим асаны занимают лишь третью ступень во всем этом списке и по порядку расскажу первые две ступени это не асаны это яма и не яма это такие как морально-этические своды морально-этические законы жизни по которым нужно жить для того чтобы жизнь была правильной чтобы жить по совести и только тогда уже когда вы определились с этими понятиями в своей жизни можно переходить к изучению асан ранее учителя никогда не давали знания о йоге тем ученикам которые еще не освоили первые две ступени в йоге сейчас же начинают не с первых двух ступень а сразу начинают с асан немножечко там пранаям и какие-то попытки к медитации и совершенно забывают об этой базе йоги о первых двух ступенях а яме и нияме дальше у нас идет асана то есть обратите внимание что не асаны а асана потому что смысл вот этой всей хатха йоги то есть всех наборов скажем так упражнений наборов асан в йоге для того чтобы раскрепостить свое физическое тело до того состояния чтобы вы спокойно могли сесть медитативную асану это положение со скрещенными ногами ровной спиной дышать пранаямы то есть дыхательные упражнения исследовать дальше следующим ступеням то есть углубляться в медитацию то есть все вот эти комплексы йоги по сути для того чтобы вот сесть со скрещенными ногами и вы могли сидеть длительно чтобы это были многочасовое сидение много дней мы могли грубо говоря сидеть в пещере и медитировать то есть суть йоги именно в этом они для того чтобы подлечить спину йогой чтобы потянуть шпагат то есть все упражнения йоги именно для положения со скрещенными ногами и потом когда мы уже раскрепостили тело умеем сидеть длительно со скрещенными ногами ровной спиной потом мы начинаем изучать правда ямы потом мы двигаемся к медитации но без ямы и не ямы никто никуда не двигался ранее и давайте же более подробно разберем что же такое яма и не яма и что туда входит в каждую из этих ступеней входит по 5 под пунктов в яме 1 это ахимса не причинение вреда 2 это сайте правдивость 4 это остея невороство точнее 3 это остея невороство 4 это апариграха непринятие даров и 5 это брахмачария удержание от плотских и чувственных утех и в не яме 5 пунктов звучат как первый это шауча чистота внешняя и внутренняя второе это сантоша удовлетворенность тем что вы имеете в данный момент третье это тапас аскеза четвертая ствадхьяя изучение духовной литературы и пятая исвара пранихада посвящение всех заслуг всевышнему и вот такие 10 пунктов основы йоги которым должен следовать йог для того чтобы успешно и правильно потом развиваться в следующих ступенях и теперь мы подходим к понятию кто же такой йог согласно той информации которую мы только что узнали то есть йог это человек который двигается по этим восьми ступеням йоги у которого цель не какая-то асана у которого цель освобождение от цепи собственного ума и много ли таких йогов наше время на самом деле к сожалению нет и в этом смысле если вы двигаетесь по пути саморазвитию очень аккуратно относитесь к выбору своего учителя посмотрите на то чем он занимается в жизни прежде чем идти к нему на занятия асанами потому что во время практики асан энергии учителя и ученика очень сильно обмениваются и обязательно если учитель ведет какой-то нездоровый образ жизни какие-то привычки какие-то вкус этого учителя обязательно вы тоже приобретете со временем общих занятий поэтому действительно относитесь к этому очень серьезно сейчас в соцсетях тоже очень много так называемых преподавателей йоги как это написано но на самом деле преподается только асаны возможно праная мы туда добавляются но такие учителя не брезгуют вечером сходить в ресторан покушать свежие телятинки выпить бокальчик чего-то крепкого какие-то тоже тусовки посещают ночные поэтому очень серьезно относитесь к выбору учителя и особенно если вы хотите развиться на пути йоги и вернемся снова обратно к яме и нияме особенно к яме первым пунктом самым первой ступени йоги является ахимса непричинение вреда и вот уже здесь мы понимаем что мясо и непричинение вреда это немножечко понятия несовместимы то есть здесь имеется в виду непричинение вреда и себе и другим живым существам то есть не насилие над другими живыми существами здесь конечно можно сказать ну как я же не убиваю этих животных которых ем они уже у меня в готовом виде на тарелке лежат но вы все равно в цепочке убийства то есть обычно несет по карме мы про карму дальше поговорим по карме несет ответственность много людей которые состоят в этой цепочке убийства животных и тех кто разрешает это делать и тех кто сам убивает и кто разделывает и кто продает и кто готовит и кто ест и следующие ступени ямы тоже можно внести к неупотреблению мяса следующий пункт ямы это самтия правдивость и этот пункт тоже можно интерпретировать как правдивость разглашение правды о том как себя чувствуют живые существа какие они эмоции переживают гнева страха перед тем как их убивают то есть не молчать о том что в нашем мире происходят убийства живых существ следующий пункт это остея не воровство то есть не воровство других жизни можно интерпретировать в этом смысле то есть мы не имеем права брать то что не принадлежит нам жизни других живых существ нам не принадлежат поэтому йог должен исключать из своего рациона мясо следующее это апориграха непринятия даров и в этом пункте можно интерпретировать что непринятие даров природы в виде мяса здесь конечно противоречиво потому что как это быть природа дала нам животных для того чтобы мы могли их есть на самом деле также в писаниях рассказывается что можно употреблять мясо животных но только в исключительных случаях когда вы защищаетесь от животных то есть вы его убили в целях самозащиты или ничего больше другого нет то есть в радиусе там каком-то не корешка не листочка ничего нет то есть целью выживания но у нас такое обилие пищи в нашем мире что кроме мяса можно столько всего есть можно есть даже ту еду которая не расчет в ваших широтах можно какие-то экзотические фрукты заказывать и в этом плане нет смысла брать этот дар природы в виде мяса чтобы причинять насилие над другими живыми существами и следующий пункт ямы это брахмачария сдерживание сексуальных желаний этот не только у себя но и не стимуляция сексуальных желаний и у других живых существ но сейчас в таком бизнесе как мясо все время стимулируются живые существа их насильно спаривают для того чтобы они давали потомство чтобы были дети которых потом тоже убивают чтобы было молоко потому что корова должна все время рожать для того чтобы было молоко куриц время тоже стимулируют для того чтобы не давали яйца которые тоже употребляются в пищу то есть брахмачарью нужно соблюдать и самому и не стимулировать других живых существ к развитию и к растрате этой энергии и мы снова вернемся к первому пункту ямы кахимся не насилию и здесь как я уже говорила это не насилие другим живым существам и также не насилие к себе и здесь вызывает это понимание споры потому что есть утверждение что если мы перестанем есть мясо то это как бы насилие к себе есть очень много просто людей которые переходили пробовали переходить на вегетарианство они попробовали месяц два полгода год может быть там несколько лет и потом вернулись обратно на мясоедение и пишут скажем так хвалебные отзывы о вегетарианстве что мол это все неправильно это не подходит у меня испортилась кожа начали сыпаться волосы слоиться ногти вообще пошел сбой организма значит всем нужно есть мясо и в этом плане исходя из ахимсы я причинил себе вред и не поэтому я начинаю снова есть мясо почему такие сложности могут возникнуть у людей при переходе на вегетарианство во-первых это то что исключается мясо из рациона и сама цель убрать только мясо но не исключают жареную картошечку не исключают хлеб мучное выпечку сахар тяжелую жирную пищу какие-то полуфабрикаты и вообще человек в принципе не может понять что же ему кушать на вегетарианстве после того как он прожил какие-то десятки лет своей жизни кушая мясо на завтрак обед и ужин и конечно же на такой диете на таком рационе ничего хорошего для здоровья вы не получите поэтому нужно переходить на вегетарианство осознанно и убирать не только мясо но и смотреть полностью за всем своим рационом кушать здоровую и правильную еду и второе почему может быть плохо на переходе на вегетарианство это то что мясо достаточно тяжелая пища и она все мы знаем длительно переваривается и требует очень много энергозатрат от нашего организма и как только мы избавляемся от мяса в своем организме наш организм получает очень много свободного ресурса и он его обычно направляет на самоисцеление и самоочищение организма и если вы убираете просто мясо но перес не перестаете кушать другую вредную еду яйца например молочка тоже не то не так хороша кстати насчет молочки мы еще дальше поговорим но сразу скажу что в наше время у большинства людей во первых непереносимость лактозы и во вторых молочка вызывает очень много слизи в организме и очень частая ошибка начинающих вегетарианство что они начинают кушать очень много сыра очень много молока то есть заменяют мясо как молочкой и молочки становится слишком много в рационе это очень большая ошибка и продолжим что мясо тяжелая пища она плохо переваривается и когда мы отказываемся от мяса происходит такой глобальный детекс организма все системы начинают очищаться но они могут очищаться с разной скоростью если вы отказались просто от мяса ощущение от мяса может длиться даже годами то есть годами по чуть-чуть по чуть-чуть организм будет чиститься и выводить это мясо из организма если же вы сразу переходите на чистое питание где в основном растительная пища без молочки овощи фрукты сбалансированное питание может возможно даже вы пробуете голодать сыроедение или какие-то шаткармы то есть очистительные техники то тогда вот этот детекс от мяса произойдет намного быстрее вам будет намного хуже чем если бы было все по чуть-чуть несколько лет но вы можете сделать это все концентрировано сразу но в любом случае на переходе будет какие-то негативные вещи будут с вами происходить потому что организму нужно будет вывести то что вы наели на протяжении десятков лет то есть десятки лет вы кушали мясо очень много различных токсинов из-за этого находится в организме и дайте своему организму возможность это все вывести и адекватно воспринимайте это состояние и также это может быть что у вас были какие-то хронические заболевания до того как вы перешли на вегетарианство о них вы не знали или вы о них забыли они вас не беспокоили и тоже на переходе на вегетарианстве просто организм начал чиститься и по выходили различные болячки которые у вас уже были внутри но они вот проявились именно на вегетарианстве из-за процесса вот этого глобального детекса организма поэтому если переходить на вегетарианство осознанно вы не только не принесете себе вред вегетарианство вы только принесете своему организму пользу и ахимса будет как раз не причинением вреда себе если вы откажетесь от мяса и также для любителей исследований для любителей каких-то цифр и замечательная книга которая называется китайское исследование я тоже ее читала в начале перехода на вегетарианство и там конкретно рассказывается разница в здоровье между теми культурами теми странами где мясо употребляется в большом количестве и там где исторически так сложилось что мясо едят очень редко и можно по статистике интересно посмотреть очень сколько живут те и другие люди какие заболеваемости есть на тех и других континентах и в тех и других культурах поэтому рекомендую к прочтению и надеюсь мы разобрались с вами о том что же такое йога кто такие йоги и будем идти дальше в нашей лекции следующие темы будут гуны гуны это три энергии из которых состоит весь наш материальный мир то есть эти гуны есть во всем в каждом материальном живом и неживом предмете их существует три первая гуна это тамос или невежество вторая гуна это раджес или страсть и третья гуна это сатва или благость и расскажу про мясо конечно же в контексте этих трех гуна первая гуна это тамос это энергия очень тяжелая это энергия статичности это энергия заземления можно так сказать это энергия лени это поспать то есть такие животные инстинкты поесть поспать размножаться конечно есть много хорошего в этой гуне потому что если бы у нас не было этой тяжелой энергии мы бы с вами не спали не отдыхали мы бы все время были в каком-то движении и там вас нас немножечко заземляет он должен быть в каждом из нас но эта энергия должна быть присутствовать в нас минимально поэтому она и так у нас будет даже если мы не будем специально для этого ничего делать то есть нам нужно думать как бы ее минимизировать и продукты питания которые взращивают энергию тамоса следующее это любая убойная пища то есть не только мясо это и рыба птица яйца также молоко можно отнести к убойной пищи немножко позже расскажу почему также к тамосичной пищи относятся даже фрукты и овощи но те которые гнилые подгнившие такие это разогретая еда та которая была приготовлена по моему больше чем 5-6 часов назад это консервированная еда также сюда относится алкоголь сюда относят частично лук и чеснок лук и чеснок относятся частично к тамосичной еде и частично к раджистичной еде и сюда также относятся никотин и другие наркотики то есть мы видим что к тамосичной еде относятся не только мясо это то о чем я говорила что даже если вы не едите мясо есть еще много чего от чего нужно отказаться в том числе и среди еды и будем переходить дальше к следующей энергии это энергия раджиса это энергия движения энергия достигаторства то есть все время мы к чему-то стремимся куда-то идем ставим какие-то цели но проблема этой энергии с одной стороны это хорошо конечно движение чтобы чего-то достигать но с другой стороны когда ее слишком много человек все время находится в этой спешке в стрессе и он как бы не может остановиться он все время как белка в колесе потому что возникает очень много желаний хочется много больше денег лучше машину больше квартиру и человек все время все время работает все время к чего-то достигает и не радуется тому что у него есть данный момент то есть смысл всего все это энергия сам процесс достижения но результат не очень сильно радует того кто достиг этого результата и продукты питания которые вызывают энергию раджиса это любые стимуляторы то есть энергетики кофе крепкий черный чай это также любая острая еда также все что слишком 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 много слишком горячо слишком холодно слишком соленое слишком сладкое все что слишком также любой фастфуд и это с усилителями вкусов и следующая энергия это энергия садва то к чему мы стремимся то есть мы стараемся чтоб из этих трех энергий садвы у нас было как можно больше эта энергия чистоты это энергия внутренней удовлетворенности всем тем что у вас есть данный момент это такое внутреннее состояние спокойствия и действительно этой энергии садвы нам не хватает ее муж нужно все время развивать и продукты питания которые помогают нас развивать садву это фрукты овощи зерно орехи мед мед это конечно немножко спорный вопрос некоторые есть люди за то чтобы употреблять мед некоторые есть противники меда поэтому нужно избегать продуктов тамоса и продуктов раджиса чтобы у нас взращивалась энергия садвы и наша жизнь была более светлой чтоб не было каких-то или энергии тяжелой тамоса который он будет наш тянуть вниз или энергии раджиса когда мы будем все время неспокойны и также к садвичным продуктом ранее в древних писаниях относили и молоко молочные продукты и здесь я расскажу более подробно почему в наше время молоко мы не можем в общем отнести к садвичным продуктам ранее корова всегда очень почиталась она гуляла на солнышке эту коровку любили то есть это садвичное молоко дает только та корова которую любят которая живу живет в хороших условиях и которую в итоге не убивают и не сдают на бойню а сейчас те то молоко которое продается в супермаркетах она далеко не садвичное то есть те коровы вы можете даже посмотреть в интернете сейчас очень много роликов в интернете о том как эти коровы живут на этих фермах что они едят вообще какая у них рутина и на самом деле у большинства людей шок когда они видят в каких условиях живут животные тоже не просто сидят в ветках они не гуляют по полям как в рекламе всем известное когда коровка на лугах альпийских пасется они все время сидят их кормят какой-то непонятной едой их все время стимулируют для того чтобы они рожали забирают детей сдают на мясо коровы продолжают давать молоко потом корова когда перестает давать молоко ее тоже отдают на бойню ну то есть какая садвичная энергия может быть от коровы которая живет в таких условиях живут живет в страданиях какое молоко и какую энергию вы почерпнете из этого молока то есть если вы хотите садвичного молока едьте в деревню заводите свою коровку любите ее гладьте ее каждый день выпускайте ее гулять и чтобы она паслась на лугах кушала зеленую травку и потом не отдавать ее на войну вот тогда ваше молоко будет садвична и также считается что садвична тоже молоко только то которое парное то есть которое вытаилось только что с коровы еще тепленькая там какие-то точно не помню несколько часов после выс Zakám вот это садвичное молоко а все остальное это не садвичное молоко и лучше не использовать такое молоко в своей жизни потому что такое молоко будет из супермаркета будет взращивать тамос но далеко не сатву поэтому обладая знаниями об этих трех энергиях йог тоже должен понимать что от мяса нужно отказываться потому что наша энергия должна быть чистой наша энергия должна быть легкой чтобы было развитие в йоге чтобы можно было пройти по этим восьми ступеням чтобы достичь глубоких состояний в медитации томасичная это и раджистичная еда будет этому мешать поэтому обязательно стараемся исключать данные продукты из своего рациона и также нужно понимать что пища это не набор питательных веществ это не белки жиры и углеводы пища это в первую очередь энергия это информационный сгусток энергии который мы потребляем который мы получаем вовнутрь себя и мы сами выбираем какой энергии мы себя питаем или это будет энергия тамоса или это будет энергия раджиса или это будет энергия сатвы то есть каждый день мы делаем выбор того что мы потребляем внутрь себя и также мясо несет очень низкие вибрации особенно считается в крови потому что все те эмоции которые животные переживают до того как их убивают и во время убийства то есть страх гнев агрессия все это распространяется у них по крови и когда мы употребляем мясо там обязательно внутри есть кровь мы потребляем всю вот эту энергию все их эмоции и все это оседает у нас внутри в организме и с точки зрения йоги это неправильно это не приведет к какому-либо развитию и дальше перейдем к теме которая тоже важна в понятии йоги это чакры чакральная система человека здесь очень глубоко конечно я не буду рассказывать потому что очень такая глубокая тема но кратко расскажу что в каждом человеке существует всем чакр они расположены вдоль позвоночника под так называемому каналу энергетическому который называется сушуна и они расположены снизу вверх и смысл всего духовного развития именно в движении этой энергии снизу вверх от нижней чакры до самой верхней чакры и внизу обычно находится тяжелая энергия и если этой н тяжелой энергии слишком много то тогда у нас не будет возможности поднимать энергию выше по чакрам и достигать каких-то просветленных состояний энергия мясо очень тяжелая и она оседает внизу и первая чакра называется муладхара чакра она конечно же нам нужна она отвечает за выделительные процессы это чакра нас как бы заземляет это корневая чакра она отвечает за выживание и конечно же там должна быть энергия но не обязательно есть мясо для того чтобы заземлиться то есть считается что белки заземляют как раз нашу муладхара чакру очень много белковой пищи и среди растительной пищи можно кушать например бобовые в бобовых очень много белка и не употреблять мясо и когда мы употребляем мясо как мы уже сказали мы накапливаем энергию агрессии энергию страха животных и все эти эмоции как раз таки оседают в нашей нижней чакре вся эта энергия там находится если различные практики в том числе как кундалини йога то есть поднятие нашей энергии с нижних чакр в верхние и по правильному человек который занимается такими серьезными практиками не должен употреблять мясо потому что это может быть даже опасно вот представьте все то негативное поднимется к вверх к верху как вы будете себя чувствовать это сразу будут проблемы могут начаться и физиологическом плане и даже бывает я слышала случай что люди людей проблемы с каким-то ментальным здоровьем начинаются из-за того что некачественная энергия поднялась вверх то есть в энергетическом плане лучше избегать вообще работать с энергиями поэтому в древности и не давали людям знания о йоге до того как они не следуют яме и не яме перестают употреблять мясо потому что это очень опасно поднимать такую тяжелую энергию вверх и конечно нам нужна тяжелая энергия заземляющая для этой чакры пожалуйста кушайте бобовые и то что бобовые действительно нас заземляют можно также отследить в таком посте который называется к даши или к даши он происходит каждые одиннадцатые лунные сутки примерно два раза в месяц и в этот пост и считается что нужно очищать организм и есть различные степени этого поста самый сложно это или на сухо или на воде весь день нужно провести а такой скажем так light вариант для тех кто не может полностью голодать это мы проводим этот день на фруктах и овощах но с исключением зернобобовых то есть бобы и зерно нас заземляют и лучше их избегать и смысл этого поста то что весь день мы постимся занимаемся духовными практиками и чтобы духовные практики были более качественные чтобы можно было уйти в более глубокие состояния нужно бобовые тоже исключать и со своего рациона но в определенные дни или ну в принципе они нужны их нужно кушать но тоже слишком много бобовых не нужно добавлять свой рацион дабы не слишком сильно себя заземлить и они тоже достаточно сложно перевариваются и следующее понятие без которых в йоге никак это понятие кармы и реинкарнации что же такое карма такое сейчас достаточно попсовое слово но утратила свою перезвоночальную значимость сейчас его везде употребляют но карма переводе с санскрита означает действие то есть это такой закон следственно причинных связей когда какое-то наше действие позитивное и негативное будет иметь в будущем обязательно будет иметь в будущем какой-то результат и исходя из нашего действия тоже позитивный или негативный и считается что на протяжении нашей жизни мы все время карму отрабатываем старую и создаем новую отрабатываем старую и создаем новую и считается что наша душа бессмертна и мы все время перерождаемся то есть происходит реинкарнация и когда мы перерождаемся в новой жизни также с собой мы не полностью чистенькие перерождаемся мы с собой приносим в эту жизнь карму всех наших прошлых жизни считается что этих жизни тысячи сотни тысяч было до того момента до сегодняшней нашей жизни и мы берем с собой эту карму то есть может быть даже если с вами что-то плохое происходит в вашей жизни это и и вы знаете чтобы ничего такого плохого не сделали в этой жизни чтобы заслужить то что у вас сейчас в жизни происходит значит это карма действует прошлых жизней прошлых воплощений и все время вот этот смысл что мы перерождаемся отрабатываем старую карму создаем новую отрабатываем старую создаем новую как бы в колесе мы таком находимся и это колесо называется колесом сансары то есть все время перерождение и смерть эта цепочка как бы не заканчивается и точке мы мы стремимся это выйти из этого колеса сансары то есть отработать полностью всю свою карму чтобы мы вышли из этой череды смертей и перерождений и для того чтобы хоть немножко приблизиться к этой цели чтобы выйти из колеса сансары нужно хотя бы не создавать для себя какую-то новую негативную карму то есть нам хотя бы отработать то что мы уже нажили а поверьте даже в этой жизни мы уже преуспели не уверена что все преуспели в этой жизни где-то в чем-то то накосячить поэтому будем стараться не создавать какие-то не завязывать как говорится узелки кармы на будущее в негативном аспекте и стараться делать так чтобы наоборот следующее воплощение были позитивными и в плане в контексте кармы мясо это очень такая как бы страшная вещь потому что считается что по карме если мы сейчас едим мясо то по карме потом будут есть нас то есть те кто употребляет мясо потом должны будут переродиться в теле животных и кормите мясом тысячи жизней даже считается что ни одну жизнь вам придется потом прожить и чтобы накормить и отдать это все мясо обратно от тысячи жизней нужно будет прожить и поэтому очень важно ценить свою человеческую жизнь и свое человеческое воплощение считается что именно на пути йоги человеческое воплощение самое ценное именно в человеческом обличье можно как-то качественно развиться конечно у животных тоже есть там свои аскезы когда они двигаются и развиваются но нужно очень ценить свое человеческое воплощение и не давать возможности чтобы следующих жизням и как-то переродились животными потому что потом будет сложно вернуться обратно считается что если мы сейчас человеческом теле то мы прошли такой длинный путь то есть это сначала было и минеральное царство и какие-то там насекомые то есть по цепочке мы росли вверх и нашли до человека поэтому все люди можно так даже сказать молодцы вы уже прошли такой большой путь давайте будем ценить свою жизнь человеческую и есть такое сказание что те кто едят корову вот столько сколько волосков на теле коровы столько жизни нужно будет прожить в теле коровы и кормить мясо также карму нашу негативную не обязательно просто проживать что она обязательно придет эта карма но дополнительно ее можно сжигать как раз таки посредством йоги то есть если вы будете следовать йоги вы будете следовать путем саморазвития будете идти путем саморазвития то тогда ваша негативная карма понемножечку будет исчезать и если вам допустим по карме нужно сломать ногу то занимаясь йогой возможно она у вас не сломается а возможно вы ее только подвернете то есть если есть какая-то карма чтобы что-то произошло с ногой она обязательно проявится просто когда мы будем дополнительно заниматься йогой эта карма будет более мягко действовать на нашу жизнь и здесь как бы тоже есть споры на эту тему что если я раньше был животным а сейчас человеком значит раньше я кормил мясом носит теперь я отрабатываю свою карму теперь я должен поесть мясо то есть обязан него сейчас есть да действительно есть такое понимание но вы мы об этом точно не можем узнать мы свою прошлую карму отрабатываем или мы создаем новую карму для себя поэтому лучше не рисковать чтобы в следующих жизнях не перерождаться точно животным лучше не есть мясо и практиковать йогу если вы думаете что у вас там какая-то карма еще осталось что нужно есть мясо мы ее отрабатываем на коврике мы совершаем аскезы по отношению к себе и таким образом эта карма будет уходить и даже без употребления мяса и даже сам термин ма мясо на санскрите звучит как мамса и если его перевести можно сказать что такой же как я перевод либо еще есть перевод что сейчас ты меня потом я тебя то есть даже в сам термин мясо мамса на санскрите уже заложено это понимание кармы и того что все как бы воздастся если вы будете употреблять мясо поэтому по законам кармы мясо противопоказано если конечно вы не хотите снова проходить весь твой путь возвращаться в мир животных потом снова возвращаться в человеческий мир если ваша цель духовно развиться и ваша цель понемножку избавляться от негативной кармы и пробовать как бы стремиться хотя бы к тому чтобы выйти из этого колеса самсары то тогда в этом контексте мясо употреблять не стоит и будем переходить к следующей теме немножко расскажу про физиологию все-таки без физиологии в контексте мясо никак как мы уже говорили мясо очень тяжелая пища для переваривания если вы практикуете йогу а конкретно асаны то употребляем мясо очень сложно дойти до какого-то физического совершенства конечно есть много примеров но когда у вас какое-то несварение в желудке и вам сложная вас тяжесть внизу то тогда действительно очень сложно заниматься какими-то физическими сложными асанами и очень много тех кто переходит на вегетарианство уже будучи на пути йоги как бы занимаясь асанами они отмечают то что после отказа от мяса становится действительно проще заниматься физически именно асанами конечно и какие-то глубокие вещи такие как пранаяма и медитации лучше проходят на именно физиологическом аспекте становится легче делать какие-то упражнения и также о том что мясо вредно можно как бы понять и возможно вы были на каких-то соревнованиях таких как фитнес-бикини или бодибилдинг или просто в спортзале вы были там где матерые такие спортсмены заниматься которые кушают только белок кушаем в основном куриную грудку это вы можете заметить такой запах ацетона стоит в пространстве то есть вот этот запах тухлости запах вот этого гниения уже тела то есть когда человек очень много есть вот этого мяса происходит интоксикация и на древнем востоке даже была такая пытка когда человека садили в клетку он не имел возможность двигаться и его три раза в день кормили отборным вареным мясом еще такое было извращение что не просто мясом каким-то кормили а отборной говядиной там отрезали все весь жир отрезали кожу отрезали кости то есть такое филе как бы давали и три раза в день заключенный кушал только вареное мясо и так было на протяжении 20-30 дней и обычно за это время человек медленно умирал очень мучительной смертью то есть происходило полностью интоксикация всего организма и человек как бы сгнивал изнутри грубо говоря поэтому ну как бы с отличным продуктом такого достичь не получится и уже в этом плане мы можем понять что мясо все таки вредно для организма и оно очень тяжелое и даже если там говорят есть какие-то вещи которые нужны нашему организму то все эти полезные вещества можно получить из других продуктов зачем кушать мясо и создавать интоксикацию в своем организме если тот же белок те же питательные вещества можно получить из растительной пищи и при этом вы не будете нести вред своему организму и конечно же поделюсь своим личным опытом вегетарианстве меня вегетарианка уже семь лет из них йога я занимаюсь пять лет поэтому я не могу на собственном примере сказать как я себя чувствовала во время практики йоги до того как я перешла на вегетарианство и после того как я перешла на вегетарианство потому что ну зачастую люди переходят на виктор именно уже после того как начали практиковать йогу это из-за того что либо узнают что мясо и йога несовместимые вещи либо само по себе отпадает желание после того как вы начинаете практиковать асаны как бы энергии поднимаются вверх энергии очищаются и вы начинаете чувствовать уже эти энергии вы чувствуете себя нехорошо энергетически после того как употребляете мясо и вы сами приходите к тому что мясо употреблять не стоит но я могу на своем опыте рассказать об том как себя чувствуешь после того как перестал употреблять другую томасичную пищу например это молочные продукты алкоголь я тоже уже не употребляла на тот момент когда начала заниматься йогой и когда отказ от молочки тоже вот чувствуется когда томасичная еда какая-то попадает в организм даже тот же лук и чеснок даже какая-то консервированная пища то есть все то что мы с вами обсудили что является томасичной пищи отказ от этой пищи уже действительно намного больше дает результат в практике йоги когда мы питаемся чисто с отличной едой такое состояние легкости состояние удовлетворенности как только ты съел что-то тяжелое жареное сразу и энергия внизу ходит на переваривание все эти все этой пищи и сознание как бы тоже опускается вниз поэтому как я и говорила в самом начале лекции йогам нужно отказываться не только от мяса нужно отказываться и от других продуктов и нужно соблюдать другие концепции такие как яма-нияма кроме ахимса есть тоже множество других концепций для того чтобы действительно продвигаться на пути йоги хотя отказ от мяса сам по себе уже действительно очень большой и очень важный шаг на пути к саморазвитию я конечно поспрашивала еще своих коллег те кто занимается йогой и кто перешел на вегетарианство в процессе то есть сначала начали заниматься йогой потом перестали есть мясо они действительно говорят что результат колоссальный то есть разница очень сильно чувствуется энергетически и физически намного стало проще и йога стала намного глубже и в асанах и в пранаямах и в каких-то техниках концентрации и медитации поэтому обязательно если вы занимаетесь йогой попробуйте отказаться от мяса и попробуйте посмотреть как вы себя будете чувствовать и сами осознайте эту разницу и тут какие есть советы какие я могу дать советы и рекомендации для перехода на новый вид питания во первых нужно переходить осознанно и нужно переходить без фанатичности потому что когда вы вот решили вот все я узнал истинный путь по которому нужно идти я перехожу на вегетарианство там резко резкая смена питания сразу все родственники тоже становятся трупоедами то это тоже неправильно вот эта фанатичность когда обзывать других людей потому что они едят мясо как будто бы они не недостойны вашего общения даже с вами потому что вы нас они едите они мясо едят тоже в эти крайности входить не стоит это во первых при переходе на новый вид питания то есть занимайтесь собой если вы хотите чтобы ваши родные и близкие тоже перестали есть мясо показывайте собственным примером никогда не давите на людей не рассказывайте что вот ты неправильно живешь я я молодец а вы не молодцы такого делать не нужно если ваши родственники увидят что вы какое-то время уже на вегетарианстве они увидят ваши физиологические внутренние изменения они сами начнут интересоваться а что же это такое это вегетарианство может и мне попробовать поэтому без фанатизма не напрягаем других людей и также осознанно переходить нужно в плане понятия своего сбалансированного рациона то есть если вы переходите на вегетарианство пожалуйста не заменяйте мясо жареная картошка не заменяйте мясо большим количеством хлеба не заменяйте мясо молочкой то есть переходите на чистое питание сразу тогда у вас и не будет никаких проблем с организмом и также такой совет возможно не совсем логический это пройти полное медицинское обследование перед тем как вы решите перейти на вегетарианство то есть не нужно принимать какое-то лечение я тоже противника стандартных лечений которые предлагают врачи в наше время но просто пройти полное медицинское обследование не значит слушать мнение врачей и принимать какие-то таблетки просто сдать кровь общий анализ крови кровь на биохимию и сделать узи всех внутренних органов чтобы посмотреть если у вас какие-то заболевания что с вашим телом в данный момент и это будет кстати очень важно для того когда вы уже перейдете на вегетарианство и вы решите посмотреть свое здоровье например через пять через десять лет мы можем вы сможете потом сравнить какая динамика была положительная или негативная и даже базируясь на каких-то анализах вы сможете решить подходит вам вегетарианство скажем так или нет тоже такой нюанс почему я рекомендую делать анализы тела потому что как я говорила очень часто мы сами не знаем что у нас какие-то проблемы в организме потом переходим на вегетарианство становится такая глобальная чистка организма и мы потом начинаем винить в этом вегетарианство но на самом деле если вы посмотрите на свои анализы до перехода на вегетарианство вы увидите реальную картину и вы будете знать к чему готовиться вы будете знать что если у вас проблемы с печенью что будет чистить надо почистить печень дополнительно еще на вегетарианстве и она тоже будет чиститься если вы откажетесь от мяса то есть этот я считаю что это действительно важно пройти медицинское обследование для того чтобы переход получился более качественным и более быстрым рекомендую дополнительно применять на переходе шаткармы шаткармы это йогические очистительные техники у меня тоже есть лекция на эту тему можете посмотреть и самое такое действенное шаткармы в этом плане я предлагаю шанг пракшалану можете изучить об этом в интернете состоит из того что вы полностью очищаете всю микрофлору организма и как раз на переходе на другой вид питания это очень поможет и поможет побыстрее вывести все токсины из из организма и сделать переход менее болезненным поэтому переходите на вегетарианство переходите на веганство также отказывать из от молочных продуктов то есть переходите на это осознанно если вы будете следовать тем рекомендациям которые я дала в лекции то тогда у вас не будет никаких проблем на переходе на вегетарианство вы сохраните здоровье и вы будете счастливы после того как перейдете на вегетарианство потому что жизнь без мяса действительно намного качественнее и если вы еще не пробовали вы просто попробуйте сравните свои состояния до перехода и после перехода и потом вы самостоятельно сможете сделать уже сами для себя вывод сами для себя конечно же вы решаете как вам питаться и что вам есть поэтому живите осознанно питайтесь осознанно практикуйте осознанно я вас благодарю за то что вы прослушали эту лекцию что вы выделяете время на развитие развивайтесь дальше и идите дальше на пути йоги я вас благодарю до новых встреч он и и и и и